МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старшиня гомельского облаканка Молодимир Дворник провел сегодня в Рогачеве прием громадян по особистых питаниях. Поделиться своими проблемами пришли и процедурники самых разных категорий насильництва, от предприимальников до пенсионеров. А в принятых решениях сюжет Олега Синцерова. Статистика свечит. Сегодня вызначить некую одну сферу, деятельность, якой выкликая особо значное недодовольнение насильництва. Нельзя. Когда называть тематику наибольший часток с воротов, то это якось быдовничьих работ, проблемы в работе подприемства жилево-коммунальной господарки, земельной спречки. Причем опошни выращать часто ведьми не просто, особо, когда соседи сами не могут износить взаиморазумения уже не какие-то десяти годов. На прием люди приходят литерально с томами переписки за всеми максимуми инстанциями. Хоть часто уздымаемые пытания заявляются важными не только для одного конкретного человека. Пенсионер Миколай Калинин подкресливая на прием, он пришел не соскаргая с просьбой, причем не только о себе особистом. Один из городских автобусных маршрутов взменили таким чином, что и он стал незрочным для насильництва. Мы не жалуемся, мы просим. Живут уже пенсионеры, пожилые люди все, больные. Идти с сумками. Тут никакой проблемы нет. Не надо изобретать велосипед. Для задовольнения этой просьбы спотребилось всего несколько хвилин. Интересы автотранспортного предприемства и жахаров микрорайона теперь совпадают и о категории, так и на практицы. После телефонной консультации старшиня Аброва Конкама за областной землеупорадкованной службой становчиво вырешается и еще одна проблема. У Рогачеве ее и занимались около 7 лет. Вось тут на березе Днепра еще не кольких годов тому могла заявиться лодочная станция. Однако местом отпочинку рогачевцев территория так и не стала. У чим причина проблем? Отказ на это питание так само шукали под час приема у старшиня Аброва Конкама. Предприниматель Кулагим Шебышев намер открыть лодочную станцию на березе Днепра выказал давно, а не пропонованный кошт аренды земли, робив эти планы малореальными. Владимир Дворник дает параду заключать договор аренды только на летний период. Это целиком законно и дозволить развивать приватную инициативу. Аренда 42 доллара квадратный метр – это просто невозможно. Такой аренде брать эту землю и платить такие деньги. Потому что это сезонная работа лодочной станции – три месяца. Остальные за что платить? И что я заработаю? Я бы еще мог лет 7 назад открыть, были бы рабочие места, я бы налог платил. Но вот это вот идет непонятно. Благодаря этому решению, я надеюсь, последнее решение этого губернатора. Если сейчас вот это решится, это будет положительно. Рация откования, бытовниство автомобильной стоянки, регистрация жилой майомоси. За мальчатырый годенный прием у грамадян старшиня Аброва Конкама завертается за самых розных тем. Владимир Дворник каже, что частка пытаний, о чем улучшаются люди, связана со изменами в законодательстве, о некоторых выпадках с недопросовками на местах, а не какими бы не были причины проблем, что хвалюют людей. В любом выпадке необходимо за все дошукать в мягчимости, да помочь конкретному человеку. Если человек обращается многие-многие годы, то видишь, как меняется у человека отношение к этому вопросу, психика и так далее. Поэтому сегодня желание власти быстрее навести парадок в этом вопросе, ну и вывести с этого оцепенения, наверное, по-другому не скажешь, человека, который на протяжении многих лет живет только одной этой проблемой, не видя того, что происходит вокруг, и не видя, наверное, самого главного, что жизнь проходит, а он живет с этой проблемой. Поэтому нет сегодня каких-то таких нерашаемых проблем, которые невозможно решить в пользу этого человека. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель» Заргачева. Завтра означается «Головное весновое свято» – Международный жаночий день. Представницы пригожей половы человечества будут принимать кветки, подарунки и теплые слова веншаваннив. Урочистости с нагодой свято распочались заходы. Сегодня прием представниц жаночей громадкости провели гомельские улады. На мероприемство у Палац культуры чугуночников запросили 50 жанчин. Среди них ветераны войны и працы – представницы працовных коллективов. Поспеховые хамельчанки, которые уносят важные уклады в развитие региона. Народные с мужчинами, они працуют во всех галинах народной господарки. Но при этом не забывают про «Головное» – заховывать семейный очаг. У меня семья большая, своих двое детей, уже взрослых. Ну, а приемных детей с 2002 года я воспитала 20 детишек. Мамой быть всегда тяжело, но это почетно и благодарно. Так что, детки, это всегда радость в доме. Праздник женский, конечно, очень интересно, очень приятно видеть всех женщин, таких нарядных, веселых, жизнерадостных в этот весенний день. Жанчины могут все, означали мужчины у своих веншаваньях, яких подчас приему прогучало шмат. Яки слов подяки жанчинам. Усе удельницы отримали кветки и подарунки. Незвычайное веншавание до Международного жанучшего дня подрихтовала областная ДАИ. Держи аутоинспекторы выстроили службовое ауто таким чином, каб отрымалася личба 8. Дарычи сюрпрыза до областной держи аутоинспекции чекают ауто леди и 8-го соковика. За 11 до 12 годин патруль будет сустракать жанчин водителям на площади Ленина областного центра и пропанувать им поспробовать себе у роли супрацовников ДАИ. А кроме того, удельницам акции уручать кветки и памятные подарунки. Больш за тысячу руш раздали сёння жанчинам на улицах Гомеля. Таким способом с надыходящим святом прыгожую полову областного центра вырешила поменьшовать предприемство Каминтерн. Подарунки жанчинам уручали галантные мужчины у костюмах от Гомельского вытворцы. Старт веншевальному марафону далі на улице Хатаевича. Там раздали коля 200 ружев, а так само паштовок и поветраных шаров. Затым организаторы акции рушили по головных улицах города на белом лимузине. Аутомобиль проехал по улице Хатаевича, Советской и Барыкина до Рычицкого проспекта. По шляху лимузин припынялся, каб мужчины могли раздать черговую партую кветок. Акция пройшла у першыню и, меркующий по эмоциях удельниц, пройшлась и им да сподобаем. Я очень растиралась, так необычно и так радостно. И я так благодарна вам. Я уже бабушка, у меня шестеро внуков. И тем более мне будет приятно внукам сказать, что такое большое хорошее поздравление сегодня получила. Знала об акции, читала в газете. Пришли, увидели, удивились. Спасибо. Не ожидали. Очень приятно, спасибо большое. Мы благодарим, что в такой радостный день подарили нам цветочки. Спасибо большое. Желаем всем женщинам любви, счастья и удачи. Каб мужчины порадовали своих любимых яркими весновыми букетами и не платили при этом у троя дорожей, гомельское предприемство «Червоный гвоздик» напереды Дни Свята обнародовало пресс-курант цен на кветки из мясцовых теплиц. Самое популярное у Международный Жаночий День тюльпаны будет каштовать у розницу от 1 рубля до 1 рубля 20 копеек за кветку. На предприемстве «Червоный гвоздик» их выгодовали 18 тысяч штук. Цены на ичинные ружи будут варьироваться в зависимости от их выгляду и хатунку от полутора до четырех рублев. Гиацинты и крокусы у шклянцы будут продавать по 3,5 рубли. У нас на предприятии работают 132 женщины и каждую мы хотим поздравить с праздником. Наш руководитель сам лично. Каждой женщине вручат букет цветов и мы обратились на предприятие, которое находится практически здесь, на той же территории, где расположена наша. И вот такие вот прекрасные букеты нам для каждой женщины подготовили. Чего хочут жанчины? Гэтае питанье зауседы турбое мужчин, особливо напереды Дни Святов. Мы провели опытанье сярут гамельчанок про то, и який подарунок их особливо порадует. Подарок? Я даже не знаю. Ну, как любая девушка, наверное, цветы мне тоже хочется получить. Ну, плюс к этому мне бы хотелось много денег, пойти по магазинам. Не знаю, наверное, бы я хотела собаку. Честно, Лавладора. Путешествия хочу. Можно даже самое близкое, куда-нибудь рядом. Ну, что-нибудь такое. Материальное, но не праздник. Наверное, очень просто, чтобы любимый человек был рядом. Он живет в другом городе, поэтому, чтобы он приехал. Любви, внимание, оно и так есть у меня. Для меня это будет сюрприз. Да, то, что я хотела, меня уже купили. Поэтому, вот, будет очень приятно, очень хочется. Внимание раз в год, два раза в год. И каждый день внимания от любимого мужчины всегда хочется. На работе у нас приятно, нас любят, ценят. Ну, цветы, конечно, штук 8 марта еще дарят. Самое сокровенное. Очень приятно женщинам получить цветы. На 8 марта я хотела бы получить новую машину. Я бы уехала куда-нибудь отдохнуть. Куда-нибудь. Не обязательно далеко. Можно в ближайшее зарубежье. Так как мой парень в армии, хочется, конечно, отметить с ним, чтобы он приехал в этот день и отметить вдвоем. А вообще, настоящего женского счастья хочется в этот день навсегда. А мне муж уже сделал подарок на 8 марта. Он мне купил велосипед. На какой-нибудь букет сульпанов и провести этот прекрасный день с ним. Цветочки. Цветочки. Конкурс Грации и Артистичного Майстерства «Мисс Вясна-2017» отбылся у Гомельским Державным Медицинским Колледже. Как прошло модное споборненьство и кто завоевал корону переможцы, доведалась Ганна Коральчук. За все до отпрасованный белый халат, золотые руки и доброе сердце. 14 будущих медсестер, санитарных и зубных фельдшеров, акушеров, вышли на сцену, к обуразить журы и глядачу своей пригожостю, талентом и артистичностью. На один день они перетворились у моделей, кулинаров и артисток. Обаятельность, привлекательность и, наверное, умение подчеркнуть неповторимость, которая присуща каждой женщине. Умение найти взаимодействие с пациентом. Вы же знаете, что золотое правило, что пациенту всегда становится легче, когда медик с ним поговорит. А если это будет красивая, привлекательная, обаятельная девушка, то можно сказать, что иногда, наверное, обойтись без лекарств. Подчас конкурсу девчатам треба было пройти четыре этапы. У самой презентации у дельницы повинны были рассказать про себе, причем сделать это у сего за две минуты, потом продефилировать в вечерних уборах, выполнять творческие задания и покорить журы своими кулинарными заданиями. Моя изюминка, наверное, в том, что я не подхожу под все стандарты, я особенная. Подготовила, в принципе, как все, буду удивлять своей личностью. Каб выбрать самую-самую, жюри пришлось отдобро попрацовать. Головный титул «Мисс Весна 2017» отримала Алина Пигулевская, якая вучится сестринской справе. Перший вице-мисс обрали Катерину Кондратенко. Другой вице-мисс колледжа стала Виктория Рося. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Апошний лед самый небеспечный. Выходное гоу в нашем регионе заборонили офицейно. Выратовальники попередживают упартостью жаданье продолжить сезон зимовой рыбалки, может привести до трагедии. Але за взятых рыбаков это не спыняет, як след постоянные дежурства супрацовников освода. Уже отрималось попередить больше 600 несчастных выпадков, из яких Амаль 50 с детьми. Синоптики попередживают. За теплого надворье лед вельми худко становится тонким. В уголе сегодня говорить об полноценном ледяным покрове нельга. И оно заховалось только на некоторых водоемах. Размеры толщины льда ни о чем не говорят, потому что лед под воздействием различных атмосферных условий начинает разрушаться с двух сторон, как сверху, так и с низу сечением. Этот лед уже не держит человека. До речи на всех реках Гомельской области зараз означается рух леду и росту с ровню воды. Як поведомили у областным гидрометцентры, дзённые плюсовые температуры дали старт активным весновым процессам на реках. Паусюдно означается крыхоход. Практично целиком очистились от леду Припять, участок Сожа, Каля Гомеля. Зараз усе реки региона дают росту с ровню воды. Что суточно, их уздым варьируется в межах от 8 до 20 сантиметров. При этом на особных участках таких рек, як Припять, Птич и Убарть, вода вышла на пойменные земли. До небеспечной отзнаки наблизился узровень воды у раце Случ, каля населенного пункта Ленин Житковицкого района. Однако у инших районах в области ситуация на реках целиком отказывает температурным умовам и покуль хвалеваний у специалистов не выкликая. ГТ, а так сама иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго. До новых встреч у эфира.